Спасибо большое, Илья. Разрешите предоставить слово Максиму Жесткову, дизайнеру, режиссеру, специалисту в области моушн-графики, автору роликов для Nokia, MTV и выделали ребрендинг канала Viva. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Когда я узнал тему выступления, я как-то немного оторопел, потому что об ошибках я обычно не думаю. Все процессы я воспринимаю более нативно. То есть они происходят, и я не думаю, что это носит негативный характер. А в компьютерах, в математике, наверное, и в программировании существует плюс-минус бинарная система, работает или не работает. Вот в таких ситуациях и можно говорить про ошибку, что не функционирует ноль или же плюс один, это работает. В жизни, в гуманитарных каких-то ситуациях тема немного более пластичная. И воспринимать все через ошибки и через контакт плюс-минус мне никогда в жизни не приходилось. И попытаюсь рассказать небольшую историю, где я учился, что было ошибкой и что не было. То есть это, в принципе, довольно-таки интересное для меня это выступление, потому что пришлось задуматься и подумать в новую сторону, о которой я не думал. В принципе, если брать и рассматривать ситуацию с тем, что что-то произошло, и потом признаться в том, что это была ошибка. Выяснить, что это была ошибка можно только одним фантастическим методом на машине времени отлететь назад. И даже не то, что машина времени, а еще каким-то механизмом распараллелить эту ситуацию и посмотреть, что бы было, если бы. Вот. И я в детстве, в девяностых, в начале девяностых годов были кассеты VHS, и была такая специфика переписывания, то, что в конце оставался какой-нибудь кусок другого фильма. Что-то закончилось и потом пошло. Вот. Один раз после какого-то фильма мне попался кусок со студии Walt Disney и со студии Industrial Light & Magic. Это самая серьезная контора, которая делает спецэффекты к фильмам до сих пор и ко всем, к большинству. Вот. Я увидел взрослых людей, которые сидели за компьютерами, со счастливыми лицами и занимались любимым делом. Это было просто потрясающе. И сам я из города Ульяновск. Ульяновск город называется. Вот. В начале девяностых в Ульяновске не совсем можно было себе представить такую прослойку людей, которые так вот сидели все очень веселые, в смешных майках, в шортах и что-то вот рисовали, а им-то уже лет и не десять. Вот. И как-то так это глубоко запало, но я понимал реальность, то что я живу в Ульяновске и никаких супер-колледжей там тоже нет, после которых можно будет попасть в какие-то дали заоблачные, где все в отличных майках рисуют, даже когда уже выросли. Вот. Я рисовал с детства, мне очень нравилось. Рисовал всегда, фантазировал и я был такой творческой, видимо, единицей. Вот. И когда подошло время поступать в университет, я поступил, и первое место, куда я поступил, это было архитектурное отделение, интерьер и архитектура. Вот. И на втором, на третьем курсе я занимался более абстрактными проектами, хоть и преподаватели трактовали это более утилитарно. Естественно, архитектура в Ульяновске воспринимается как набор инструментов для осуществления, ну вообще в целом она так и должна восприниматься. Вот. Я же хотел немного уходить в сторону каких-то художественных, более абстрактных проектов и не зацикливаться на чисто утилитарных вещах. И в один прекрасный момент, когда я принес проект дома, был какой-то абстрактный кокон, который питается энергией воды, ну какая-то там просто такая шутливая арт-инсталляция, преподаватель у меня с серьезным видом спросил, а где будут лежать тряпки и где будут стоять швабры. Вот. Это меня очень сильно выкосило, и я подал документы на переход на другой курс, на графический дизайн. Графический дизайн – это прекрасная отрасль, которая сначала кажется тоже такой очень безоблачной и очень живой, плакат и шрифт, масса возможностей. Но когда сталкиваешься с дизайном и понимаешь, что это такое, дизайн всегда – это дети РАМС, ну можно сказать арт-директор фирмы Браун. В 90-х, в 70-х годах как раз вот весь тот Браун, который все мы знаем, любим и видели, это рук дети РАМСов, все промышленные объекты. И он сформулировал семь правил дизайна, которые относятся ко всем прослойкам, ко всем ситуациям в проектировании, наверное, в любом, даже не в графическом и не в архитектурном. Это первое правило звучит «less design is possible», как можно меньше дизайна, и тогда получается максимальная отдача. Задача любого дизайна – упростить восприятие вещи, информации. Это диалог информации с человеком, медийной информации, видео. Это просто посыл, который должен читаться без напрягов. Это интерфейс в лифте, где ты не должен думать, что тебе нажать, а ты должен просто нажать и не видеть дизайн. Самый замечательный дизайн – это тот, которого нет, которого не видно. Тогда он работает. Но я закончил все-таки по образованию графический дизайнер. Учаясь на первом курсе на архитектуре, вот вопрос ошибок и не ошибок, я занимался визуализацией проектов. Это стандартная практика, все студенты учат компьютерную графику, чтобы потом показывать, что ты сделал. Вот. И из-за того, что я этим плотно занимался, учаясь на архитектуре, когда я перешел на графический дизайн, у меня была возможность использовать свои навыки компьютерного моделирования с тем, чтобы начать уводить его немного дальше. Вот. Пока я изучал компьютерное моделирование, я нарисовал несколько игрушек. Это были просто абстрактные объекты, которые я разместил у себя на сайте. Это был 2004 год, к тому времени интернет уже начал быть очень везде и кругом. И после того, как я их разместил, пришло письмо из Голливуда, из Лос-Анджелесской фирмы, я учился на втором курсе, люди захотели выпустить игрушки. Вот в этот момент как раз и произошел вот этот вот разлом, что можно, находясь в Ульяновске, оказывается, не быть геолокационно завязанным на какую-то определенную штуку, и быть везде. Интернет рвет грани именно идеи шара, что он живет в Америке, он живет здесь, мы не можем работать, у меня какие-то проблемы в семье, я не могу переехать или еще какая-то фигня. Каждый может быть там, где хочет, если он на самом деле производит какой-то контент. Если этот контент востребован, то, пожалуйста, с кем угодно. Игрушки это была первая ступень, которая, ну, скажем так, которая просто была, а после этого я этим не занимался. Но мне хотелось именно идти в какое-то более живое направление, и я обожал промышленный дизайн, я обожал графический дизайн, я обожал все. И имея возможность работать на компьютере, я начал заниматься видеороликами. И все свое детство я смотрел телевизор MTV, когда только появилось, там были потрясающие красоты заставки перед, ну, это оформление телеканала, это называется ID, когда заканчивается передачка, ты видишь какую-то маленькую штуковину, понимаешь, я на этом канале. Я это смотрел, и меня просто удивляло. Но я понимал, что это, скорее всего, те дяденьки в тех рубашках, которые сидят там в Калифорнии, они все это и рисуют огромными тысячами людей. Вот. И буквально на третьем курсе я начал выкладывать ролики в интернет, и также пришли какие-то люди, которые сказали, классные ролики, а давай-ка, может быть, эти твои ролики как-то с нашей фирмой что-то придумаем. Я говорю, да, конечно. И так получилось, что, учась на третьем курсе, я уже работал и делал заставки для нью-йоркского MTV. Вот. Это было очень удивительно. Все люди, с кем я учился, по какой-то причине, я не понимаю, по какой, этим не занимался в принципе никто. Хотя я прям буквально приносил на дисках уроки, говорю, ребята, это путь, это будущее, вот, знаете, учите. Нет, никто. Странно, на самом деле. Вот. И можно ли воспринимать ошибкой то, что я поступил сначала на тот факультет, или что я перевелся, или что я учил программу? Я думаю, это такой симбиоз и комбинация всего опыта, как любой дизайн. Дизайн — это возможность конструировать кусочками пазла своего опыта. Ты, в принципе, человек не может придумать новую вещь. И, как сказал один преподаватель у нас в университете, что при проектировании любой, при разработке любой задачи нельзя называть вещь своим именем. Если ты делаешь зонд, ты будешь обречен на то, чтобы делать именно зонд, а ты должен делать какую-то субстанцию, объект, виртуальную штуковину, которая будет тебе закрывать от дождя. И когда ты, например, проектируешь мост, ты не должен думать о нем как о том, что ты проектируешь мост. Потому что тогда ты с самого начала поставишь огромный кол и будешь думать только через мост. А это должна быть просто переправа с одного берега на другой, совершенно не завязанная на стереотипные какие-то вещи. Вот. На четвертом курсе, когда я учился, появился человек Мэтт Пайк с виртуальной студией. Он жил в Лондоне, не в Лондоне, в Шеффилде, в Англии. Он сидел на чердаке и арт-директил, ребрендинг всего MTV, каналы в Германии, немецкий банк, заказывает уже не в дизайн-студии, а у виртуальной студии, где на каждый проект подключает один человек, команду собирает. Это уникальная команда на каждый проект. Это отдельные музыканты, программисты, дизайнеры, художники, режиссеры. И все они, собираясь на один проект, его сдают и все разбегаются в другие команды. Эта штука начала расти очень быстро. Недавно у меня была встреча с продюсером в Москве. И эта идея удаленных кластеров разрослась настолько, что постпродакшн к фильмам даже уже собирается на удалении. То есть люди занимаются цветовой коррекцией, монтажер может жить совершенно там на Таити, ему совершенно все равно. У него есть аппарат, и он монтирует и отправляет на центральный сервер, где клиент имеет возможность все это посмотреть. Вот, довольно-таки, наверное, затянул, у меня на телефоне был обратный отсчет, но он почему-то у меня закончился. Не совсем представляю, сколько времени. Я хотел показать один ролик, потому что говорить о каких-то визуальных вещах не совсем правильно. Лучше все-таки это посмотреть. Вот, ролик этот довольно-таки тоже интересный получилось. Я сделал персональный фильм, который плавно... ролик Nokia, который называется. Вот, сделал персональный фильм, потом... Вот, сейчас я расскажу небольшую историю про этот ролик и почему именно его. Ролик сделал сам для себя, потом так получилось, что вместе с фирмой Nokia он был запущен к запуску телефона Nokia E71, но это неважно. И так как Nokia была спонсором оригинального конференции TED в Америке, то на сайте TED практически каждый разговор, там, Билла Гейтса или еще каких-то там замечательных людей, заканчивает с моим роликом. Я так живу в Ульяновске, вот, и поэтому ошибки это довольно-таки странная штука, и я в них просто не верю. Я думаю, что все... хотя... или же верю настолько, что вся моя жизнь это работа над ними. Я жуткий пессимист, все, что я делал, мне не нравится. Вот, но давайте вот посмотрим все-таки этот ролик, и спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Я тоже пессимист, но теперь я верю, что мы живем в стране, в которой все будет, пока живут такие парни, в Ульяновске, в Томске и везде творят. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ